20 октября состоится Всемирный день борьбы с остеопорозом. Сегодня в студию мы пригласили Джамилю Первердиеву, врача-эндокринолога взрослой поликлиники города Видное, чтобы поговорить об этом заболевании. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что из себя представляет это заболевание? Заболевание остеопороз – это хроническое заболевание, при котором кость теряет свою плотность. Тем самым она становится более хрупкой, подверженной к переломам. И это опасно тем, что при малейшей физической нагрузке возникают переломы. Чаще всего, если пример приводить, это при падении с высоты собственного роста, когда просто пациент идет, он спотыкается, например, даже дома в свой ковер, и все, и получается перелом либо дистального отдела запястья, либо шейки бедра, который самый страшный для нас перелом, потому что большой риск инвалидизации при этом переломе. Также при тяжелых случаях остеопороза перелом возникает даже при малейшем кашле. Это уже когда очень зашелся. Запущенные свечи. Также переломы у нас возникают, например, при тряске в поезде. В таком случае обычно переломы возникают поясничного либо грудного отдела позвоночника. Это компрессионный перелом, когда позвонки сдавливаются. Также еще хочу сказать по поводу причин остеопороза. Причин остеопороза очень много. Это у нас, например, генетическая прерасположенность, это эндокринные заболевания различные, которые перечисляют, там их очень много. Это, например, возраст, пол пациента. По статистике у женщин у них в два раза чаще возникает остеопороз, чем у мужчин. После 45 у женщин, потому что возникает постменопауза. При этом женские гормоны снижаются, а они у нас отвечают за кости образования. И у мужчин это возраст от 65 лет, когда снижается уровень тестостерона. Вы рассказали об очень серьезных проявлениях этого заболевания. А есть ли какие-то симптомы, по которым болезнь можно предупредить? Симптом, с которым приходит пациент, это перелом. До этого симптомов никаких не бывает, потому что заболевание такое молчаливое. Обычно приходят уже с переломом, чаще всего к травматологу, а те уже, в свою очередь, направляют к эндокринологу, чтобы обследовать дальше. Либо они приходят с болью в спине, терапевт, например, лечить свой остеохондроз. И там при обследовании уже выявляется, что есть именно потеря костной ткани. В анализе мы видим повышенный кальций, парад гормон повышенный. И дальше начинается дальнейшее обследование. А какую можно провести профилактику, чтобы не заболеть? Это рассчитано, сперва мы смотрим на причину этого остеопороза, например, изменение образа жизни. Курение, алкоголь тоже приводят к снижению именно костной плотности. Физическая активность, потому что физическая активность там помогает усиливать каркас мышечный, тем самым переломы возникают реже. Это профилактика витамином D, препаратами кальция, либо улучшится в рацион питания. Там есть побольше молочных продуктов, рыбы, потому что витамин D там содержится. Но это дорогая процедура, лучше, конечно же, препаратами это все восполнить. А можно ли излечить остеопороз или это все-таки хроническое заболевание? Это заболевание хроническое, его можно только проводить в профилактику, чтобы превратить возникновение остеопороза. Либо уже, когда остеопороз есть, это поддерживать на каком-то определенном уровне. И наблюдать там, ну, всю жизнь, можно сказать, наблюдается пациент с остеопорозом. И назначается какая-то определенная терапия. Ну, там уже смотрят от анализов, от исследований, диагностики всей. Большое спасибо за эту беседу. Надеемся, что наши телезрители обратят внимание на свое собственное здоровье. А я напомню, что мы беседовали с врачом-эндокринологом взрослой поликлиники города Видное Джамилией Первердиевой. Продолжение следует...